Слава Украине! Привет всем от Полонского! Нашей любимой рубрике потери российско-фашистских войск в Украине пришли без спроса, с оружием, наводить тут решили свои порядки и были справедливо укандропуплены, отправлены курсом русского военного корабля прямо на полу крейсера Москва на концерт Кобзона. Все как всегда, ну мы в курсе, да? Значит давайте посмотрим, где у нас российские бандиты несли потери прежде всего. Это как обычно Бахмут, это как обычно Маренко и Авдеевка. Вот эти три точки, они самые болевые для нас. Наши герои, там кондропупят расистов пачками, ложат их штабелями, видео мы видели-перевидели. Соответственно продвижения какого-то у расистов ни в одном из этих мест нету, а вот потери они несут колоссальные. Даже сам этот Пригожин, главбандит, жалуется, что даже по его данным только в одном Бахмуте, только зэки теряют от 100 до 150 двухсотых в день. В день! Соответственно если взять всю линию фронта, она там около тысячи километров, то сами понимаете какие у них потери реальные на самом деле. Наши их отрабатывают везде, отрабатывают по тылам, отрабатывают по фронту, долбашат их и не дают фашистам ни одной секунды передышки на украинской земле. Откуда они очень скоро побегут назад, туда, в болота, за поребрик. За вчерашний день украинские герои у Кондропупеля 650 кремлевских вот этих вот бандитов и террористов. И общее количество путинских негодяев уничтоженных в Украине составило 192 590 штук. Не слабо таким носовали, очень не слабо. А добавьте сюда еще трехсотых вообще. И я об этом. Дальше, по вчерашней дню, 5 танков у Кондропуплина, всего 3707. Неплохо тогда, помните, начало российско-фашистского вторжения, 1250 танков. Путин считал, что через два дня он возьмет Киев, что-то там еще хотел взять куда-то. Но взял совсем не то и не туда. Уже давным-давно этих танков, которые на нас напали, нету каких экипажей. 17 бронемашин у Кондропуплина за вчерашний день. Не слабо так, не слабо их понесли. 7216. Дергало их вчера очень сильно, как видите. Технику использовали надряду с мясом. И мясо, как говорится, пострадало. И техника пошла вслед за мясом. За вчерашний же день у Кондропуплина 16 рашистских пушек. Всего 2962. Очень не слабо, отлично отработали. Наши готовятся к контрнаступлению. Понятно, что рашистскую артиллерию надо Кондропупить. И 3 града уничтожено было у них. Всего 547. Нормально. Средства ПВО. За вчерашний день наши отминусовали у Путина 4 штуки. Всего 304. Надо сказать, что средства ПВО это то, что они восстановить не в состоянии. Просто в силу электроники, в силу санкций, в силу криворукости и тысячи других причин. Поэтому каждая система ПВО, будь то стрела 10, например. Либо же Панцирь-С, либо Тор. Это уникальная вещь. У них их мало. И каждый вот такой вот уничтоженный приближает путинский конец к полшестого. Да, значит по самолетам, вертолетам старые данные 308-294. А вот беспилотников вчера на Кноцкале много. 18 штук сбили. Всего летело по нам, по-моему, 24 беспилотника. И так 2523 российско-фашистских беспилотника. Но это фактически иранские шахеды, потому что сами расшисты криворукие и не могут сделать беспилотника нормального. Значит, всего 2523 путинских беспилотника шмякнулись на землю. Дальше. 21 грузовик и автоцистерна. Ну, всего, значит, 5886. По цистернам тут вчера очень хорошо работали без всяческих грузовиков. Сожгли им частично два нефтезавода. Они там причитают на форумах, воют, кричат, пищат. А что они могут сделать? Они, Украине, ничего не могут сделать. Хе-хе. Да. И 7 единиц спецтехники. Всего 370. Вот это крайне важно, потому что я всегда подчеркиваю. Рэбы, радиостанции всякие, командно-автобные машины. Надо контрапупить в первую очередь. Потому что расшистская связь к тому моменту, когда наши герои перейдут в контратаку, должна представлять из себя дерево, сучок, рельсу, где они отбивают с железякой азбуку Морзе. А надо это сделать еще так, чтобы у них и железяки той не осталось. Слава Украине!